Добрый вечер в эфире Звезда на Звезде. Сегодня у нас в гостях человек, который очень редко дает интервью, не любит говорить о семье, о своем легендарном отце, зато может часами говорить о сокровищах московского Кремля. В программе «Звезда на Звезде» генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Юрьевна Гагарина. А вы как в Кремль попали? Вы же работали в музее. Да. Вы чем работали в музее? Я в музее работала научным сотрудником. Я была хранителем английской гравюры, английского рисунка. И в Пушкинском музее я проработала довольно долго, лет 20, в отделе графики. А вы что заканчивали? Московский университет. Исторический? Исторический отделение истории искусства. А почему вас заинтересовала английская гравюра? Когда я пришла в Пушкинский музей работать, это место было свободно, мне его предложили, и я согласилась. Вообще я занималась английским искусством 18 века, и это была моя специальность на протяжении долгого времени. Но не только этим я занималась. У меня еще было хранение современной графики одно время, поэтому я делала все выставки, которые были связаны с современным актуальным искусством. А кто же вам предложил в Кремль перейти? По поводу Кремля были долгие переговоры, потому что тогда происходило как раз... И долгие переговоры были не только со мной, но и с целым рядом других людей. И я встречалась тогда с двумя людьми, со мной провалили консультации. Это министр культуры Михаил Эфимович Шуткой, который был в тот момент возглавлял министерство, и управляющий делами Владимир Игоревич Кожин. И в результате вы оказались? Да. Вас не испугал объем работы? Ну, пугаться поздно уже было. А вы напрямую подчиняетесь... Министерству культуры. Не коменданту Кремля? Нет. Но мы же не военные, мы не можем подчинять коменданту. Я даже не госслужащий. Как это? Вот так. А в каком же статусе вы находитесь? Я на контракте. Работаю с Министерством культуры. Я-то думал, что у нас главный начальник в стране – это президент, а главный начальник Кремля – это комендант Кремля. Нет, у нас все-таки есть еще директор ФСО. Ну, это святое. Да. Вы руководите всем музейным ансамблем Кремля, да? Да. Вы как бы близко к власти. Относительно. Нет, я понимаю. Это как-то сказывается на работе? Достаточно сильно усложняет, конечно, работу. Режим. Причем, конечно, Кремль может быть закрыт в любой момент. Нет. И нам совершенно никто не обязан объявлять, по какой причине он может быть закрыт. Или в связи с теми или иными событиями политическими, которые происходят, или в связи с террористической угрозой, которая бывает довольно ощутимой. Поэтому Кремль иногда закрывается. А вы президента часто видите? Время от времени. Он приходит? Или он кого-то приводит? Нет, ну, конечно, он сам не приводит никого. Если у нас бывают высокие гости, они приходят с протоколом, и со своим протоколом, и с нашим протоколом. Так что высокие гости довольно часто бывают. Вы лично знакомы с ним? С президентом? Да. Какое впечатление он на вас производит? Во-первых, человек очень сильный. Во-вторых, прекрасное чувство юмора. И меня всегда поражает, насколько президент всегда хорошо знает ту или иную ситуацию. И если чего-то не знает, не боится наводящие вопросы задавать. И очень часто интересуется такими вещами, о которых даже в голову не придет. То есть такой ум очень подвижный. Поэтому с ним всегда очень интересно беседовать бывает. А скажите, когда американские президенты, правда это было редко, приезжали в Москву, они в Кремль приходили? Вы знаете, когда последний раз приезжал президент, это был господин Обама, ему не удалось до Кремля дойти. А вот его супруга Мишель с девочками приходила, и я их водила по оружейной палате. Потом они спустились в алмазный фонд и очень довольны были и счастливы. Хотя были после тяжелого перелета, и детям, конечно, было тяжеловато. Как это Обама не добрался до Кремля? Он должен был, но приговоры затянулись, как это обычно бывает. Поэтому все сдвинулось, и до оружейной палаты он не дошел. В моей юности, когда я был маленький, а я родился в середине прошлого века, посещение Кремля было обязательным. И во втором классе нас водили в Кремль. Мы гуляли там, нам рассказывали про царь-колокол, царь-пушку и всякое разное. Сегодня, наверное, уже этого нет. Вы знаете, у нас огромное количество посетителей, значительно больше, чем было в советские времена. Просто другая система была. И если уже говорить о посетителях, можно рассказать о том, каким образом происходило посещение Кремля в XIX веке. Когда, да, это было совершенно удивительно. И экскурсия в Кремль начиналась с того подъезда, который является парадным, который, Большого Кремлевского дворца, который смотрит на Москварику. Можно было пройти через парадные залы, затем подняться наверх и по этому переходу по третьему этажу, где также сейчас часть резиденции, спуститься в оружейную палату, осмотреть два ее этажа и выйти вниз, во двор и затем уже Кремль покинуть. Это в XIX веке? Да. Очень интересно, каким образом это происходило. Те даты и часы, когда можно было прийти в Кремль, обозначались. И об этом писалось в газетах, сообщалось в газетах. То есть принимались, конечно, не все. Принималось то, что называется чистая публика, которая в определенном порядке могла посетить эти все помещения. В советские времена, как вы знаете, Кремль был закрыт на протяжении долгого времени. Но Сталин входил через этот подъезд. Да. Там были квартиры советского правительства. И затем, только в 1965 году, Кремль открылся для публики. И в советские времена система была очень интересная. Кремль принимал огромное количество посетителей, но только по заявкам от организаций различных, с которыми мы имели дело и которые приводили сюда посетителей. А свободного входа не было? Свободный вход был. Был свободный вход? А сейчас? И сейчас. И сейчас есть свободный вход. Но это на территорию? Нет, везде есть свободный вход, но в зависимости от количества возможностей музея принять. Потому что оружейная палата – это памятник, соборы – это тоже памятники. И там одновременно может находиться только определенное количество человек. Поэтому, к сожалению, всех в сезон туристический мы принять не можем. Сейчас у нас не сезон, поэтому все могут приходить свободно и покупать билеты, которые в наши кассы находятся. Когда-то давно Кремль был ведь не только, скажем, политическим центром, но и духовным. Да. И сейчас. Серьезно, да? Конечно. Очень часто у нас большое количество служб проводится во всех соборах. Больше всего, конечно, в Успенском соборе. И каждый год в начале декабря мы получаем список тех служб, которые в течение года будут в Кремле проводиться. А где-нибудь в мире существует еще подобный ансамбль типа Кремля? Ну, во-первых, у нас на территории России Кремлей было около ста. Нет, я имею в виду за границей. За границей есть масса крепостей и масса таких крепостей, которые в том числе являются резиденциями. К нам, наверное, самый близкий – это Тауэр. Единственное, что из Тауэра в Лондоне была вывезена вся коллекция, и она сейчас помещена довольно далеко от Тауэра в городе Литц. Это не очень хорошо. В Тауэре теперь можно посмотреть только стены и только архитектуру. Арсенал весь там уже не существует. Практически нет. Хотя там есть замечательные совершенно внутренние помещения, которые никто не видит. В частности, там точно так же, как у нас, находится подразделение, которое охраняет Тауэр. Там точно так же есть комендант крепости, как у нас. И квартира коменданта находится в бывших апартаментах Анны Болейн. О, там я не был. А туда никого не пускают. Нет, я спросил, Кремль как до сих пор функционирующее общественно-политическое место, как значимое место, как исторический комплекс где-нибудь существует. Тауэр ведь это только музей. Тауэр – это только музей. Хотя это не государственный музей. Тауэр все-таки принадлежит королеве. И там, кроме этого, хранятся государственные регалии. Точно так же, как у нас. Кроме арсенала, там были государственные регалии. И Тауэр действует как музей. Но резиденцией не является. Крепость, которая, как у нас являлась бы еще и резиденцией президента, наверное, это единственный сохранившийся случай. Раскопки, видимо, производились всегда безостановочно на территории Кремля? Да. Раскопки происходились очень редко. На протяжении всего советского периода раскопок никаких не было. И у нас есть несколько кладов, которые были найдены на территории Кремля, которые были обнаружены в связи с какими-то работами, которые солдаты проводили, ну, мало ли там какие, коммуникации. Что за клады? Ой, это волшебные клады, которые относятся к домонгольскому времени. Это клады и монет, клады и женских украшений, аналогов, которым нет совершенно. И они очень эффектные и очень красивые. Они находятся на археологической выставке, которая у нас находится в Благовещенском монастыре. Немного оружия есть, но предметы оружия этого времени у нас в оружейной палате более значимы. Никаких письмена какие-то нет, этого ничего нет, естественно. Здесь не было, но несколько лет назад мы проводили раскопки в Нижнем Тайницком саду, который выходит на Москву, реку. И там было обнаружено огромное количество разного рода находок, в том числе и берестяная грамота, написанная чернилами. Это единственная грамота, которая написана таким образом. И это, по-видимому, была опись наследства. Чернилами? Чернилами. Потрясающе. Насколько я помню, Кремль мы можем адресовать, то есть благодарить за это Юрию Долгорукову, который основал Москву, Ивана Третьего, и вообще вероятности, который очертил схему больными, как под нынешним временам, границы Кремля, и царя всех, царей Иосифа Виссарионовича Сталина, который в своей резиденции оставил три памятника, как он читал. Великую колокольню, темной дворец Алексея Михайловича, теремный дворец Алексея Михайловича, и что-то еще сейчас не помню. А что же мы так пропустили Ивана Грозного с Борисом Годуновым-то? А они что? А кто построил Кремль? Все эти замечательные памятники, которые сейчас в Кремле есть. При Иване Третьем пригласили итальянских архитекторов, которые так чудесно из Кремля сделали ренессансный город, от которого сейчас остались только соборы. А Кремль был ренессансным городом. Он никогда не был такого белого цвета, в том числе и колокольня никогда не была белой, как сейчас. Колокольня была красная с белыми лопатками. Сначала он вообще деревянный был. Это было давно. Это было в XII веке он был деревянный. Потом его сожгли. Потом он был белокаменный, потом пришли итальянцы. Здесь был роскошный дворец с прекрасными тюремными палатами, от которых сейчас осталась только грановитая палата. И то не в полном виде, потому что грановитая палата имела завершение в виде высокой крыши золотого цвета. Скажите, пожалуйста, вот очень многих интересует вопрос. Шапка Мономаха. Это вообще ведь не шапка, это корона. Нет, это шапка. Нет, я понимаю, что это скорее обозначение то, как она отделана или из чего она сделана. Корона – это все-таки атрибут власти западных монархов. Атрибут власти восточных монархов – это шапка. И это действительно очень сложный памятник. Шапка Мономаха представляет из себя, собственно, вот эту золотую шапочку, которая сделана в технике скани, и которая, скорее всего, происходит из Золотой Орды. Причем, к какому времени она относится, мнения исследователей разнятся. Это может быть произведение и XII века, и XIV века. А оторочка? Сейчас скажу. Извините. Все, что находится поверх вот этой маленькой шапочки – камни, которые ее обрамляют, крест с изображением Голгофа, Голгофа в виде большой красной шпинели – это все те части, которые были доделаны позднее, которые были доделаны уже в XV и XVI веке. И до XVI века описания шапки Мономаха не существует. Поэтому как она выглядела тогда, когда ей короновались впервые, мы не знаем. Что касается вот этой опушки, такая же опушка существует на всех шапках, которые являются государственными регалиями – соболиной опушки. Когда и в какой момент она появилась, нам трудно сказать, на изображениях XVI века. Она уже есть, но соболь – это не тот мех, который хранится вечно. Поэтому раз в 30 лет соболиная опушка приходит в негодность и меняется. А тогда, скажите, с Петровских времен шапка Мономаха была заменена на корону при коронациях? Да. Когда Петр короновался как император, была сделана первая императорская корона. Затем императорской короной также короновалась Екатерина I. И все последующие императоры короновались уже как императоры. Но шапка Мономаха – это древняя и священная государственная регалия. И в любой коронации, которая представляла себе очень сложный церемониал, шапка Мономаха на специальной подушке выносилась из оружейной палаты и вместе с процессией, вместе с другими государственными регалиями она вносилась в Успенский собор, где происходила церемония коронации, и присутствовала там рядом с другими государственными регалиями. Более того, перед каждой коронацией государственные регалии, которые будут присутствовать в Успенском соборе, выставлялись на специальных столах больших в Большом Кремлевском дворце и пускалась публика для того, чтобы на эти государственные регалии посмотреть. Это перед коронацией? Да. И, естественно, шапку на голову Великого водружал патриарх. Да. Когда происходило венчание на царство. Когда происходила коронация, шапка Мономаха уже не водружалась на голову монарха, водружалась императорская корона. Шапка Мономаха только присутствовала в Успенском соборе вместе с другими древними регалиями. А к древним регалиям относились, например, бармы. Это такой воротник с изображением святых, в том числе и соименных святых будущего монарха. Это посох, это могла быть государственная цепь. Скипетр державы. Скипетр державы. Это уже поздние государственные регалии, которые также пришли к нам с запада. Это одно время государственными регалиями были государственное знамя и государственный меч. И такая церемония, как клятва на государственном мече императора, происходила в оружейной палате. И также это была часть церемонии коронации. В частности, таким образом происходила церемония коронации Николая II. Поэтому каждый раз церемония коронации и те государственные регалии, которые будут участвовать в этой церемонии коронации, это была специальная программа, которая писалась, и в которой те предметы, которые хранятся в оружейной палате, принимали самое активное участие. А что, Елена Юрьевна, все цари и императоры российские короновались в Москве? Только в Москве и только в Успенском соборе. Все коронации происходили в Успенском соборе. И также затем происходили все торжества в Кремле. Прежде всего, после коронации был царский пир, который происходил в Грановитой палате. Грановитая палата украшалась замечательным серебром, которое представляет из себя посольские дары, которые также хранятся в оружейной палате. И вот в этот момент все это серебро ставилось вокруг центрального столпа в Грановитой палате. И создавал такую чудесную, блестящую картину. Я почему спросил? Потому что достаточно много, к сожалению, людей, закончившие среднюю школу, уверены, что с момента основания Петербурга... В Москве никто не появлялся. Вот это просто... Нет, церемония коронации – это очень интересная вещь. Потому что, конечно, церемония коронации – это не светское мероприятие. Это мероприятие, программа которого представляет собой очень сложный символический комплекс с различных церемоний. И начиналось это, естественно, с поклонением гробам, которые находятся в Архангельском соборе. Это поклонение предкам, которые этим государством руководили. И затем различные церемонии, уже там, связанные с тем или иным переводом. Но просто это огромное духовное событие. Конечно. Поэтому государственные регалии, которые возлагаются на монарха в тот момент, когда происходит коронация, считаются священными предметами, поскольку та благодать, которая спускается на монарха в этот момент, она пронизывает и всё то, что находится на нём. Поэтому государственные регалии никогда не вывозятся с территории государства. И это абсолютно чёткое правило для всех стран. Ну как, конечно. Посланник Бога, представитель. Да. Поэтому, например, когда происходила коронация Георгия VII как индийского монарха, для этого специально делалась корона, которой он короновался. Потом она вернулась в Тауэр. И с тех пор Тауэр она покидать не может. А есть ли цена у Шапки Мономаха? Ну кто-нибудь пытался оценить её как предмет? Вы знаете, я скажу так. Вот когда вещи попадают в музей, они все теряют свою цену и свою реальную стоимость. Любой предмет, который находится вне музея, он имеет какую-то стоимость, и его можно поставить на баланс, если он является собственной теорганизацией. Те вещи, которые... Да. И балансовая стоимость их со временем, как мы понимаем, наоборот. Снижается. Что касается музейных предметов, то их стоимость определяется в зависимости от страховой оценки на тот момент, когда они покидают пределы музея. То есть едут на выставки. Каждый раз эта цена меняется. И каждый раз бывает специальная комиссия, которая определяет, сколько этот предмет может стоить на данный момент. А в зависимости от чего меняется страховая цена? В зависимости от конъюнктуры рынка. Крайний раз. Когда шапка Мономаха была? Никогда. Поэтому у шапки Мономаха никакой страховой оценки не существует даже на какой-то там год. А я всегда полагал, я полагал, что все, что хранится в музее, не только в Кремлевском, в любом, все застраховано. Мало ли что может произойти. Мы не говорим о том, что там застраховано или не застраховано. Мы говорим о страховой оценке, которая определяется на тот момент, когда вещь покидает музей. То есть вообще нельзя говорить, что шапка Мономаха стоит по сегодняшним временам, и дальше астрономические цифры этого невозможно говорить. Да, невозможно. А вообще экспозиции Московского Кремля часто выезжают за рубеж? Очень. Очень часто. И все большие выставки, которые мы делаем, мы делаем за рубежом. Потому что у нас на территории два крошечных выставочных зала, где мы делаем хорошие интересные выставки, но по масштабу они, конечно, несравнимы с тем, что мы делаем. Так вам места не хватает? Ну, конечно. У нас места нет в Кремле. Поэтому скоро мы переселимся на Красную площадь в здание, которое нам президент по указу передаст после того, как там закончится реконструкция, которая сейчас для нас реконструируется. Это что же такое будет? Средние торговые ряды – это здание рядом с ГУМом. ГУМ – это верхние торговые ряды, вот средние торговые ряды, как раз которые за собором Василия Блаженного, за Покровским собором, это будет наше здание. А что 14-й корпус административный? Его снесли? 14-й корпус возможно было по закону снести, потому что когда Кремль входил в список семерного наследия ЮНЕСКО, то эта территория, ей был придан отдельный статус, именно 14-му корпусу, поскольку было признано, что он не является памятником, вот это здание. Поэтому его… Признано кем? Экспертами ЮНЕСКО. Ах, во как. Да, поэтому его возможно было снести. Сейчас здесь находится красивый парк, археологическая зона, и там работают археологи, работают очень активно, и предполагается, что через некоторое время там будет археологический музей, который будет рассказывать об истории монастырей, находящихся в территории Кремля. А чудов и Вознесенский? Они там были. Тоже не будут восстанавливать? Нет, восстанавливать их не будут, потому что, во-первых, это новодел, и такой большой новодел построить совершенно нереально. А новодел какого века? Вот это большой вопрос, потому что первые постройки, относящиеся к территории чудового монастыря, это XIV век, и он существовал до 1929 года, когда оба монастыря были взорваны. Причем как раз тогда происходила архитекторами фиксация того, что там находится, но кроме нескольких фотографий, фасадов этих монастырей и нескольких весьма схематичных зарисовок ничего не осталось, потому что монастыри были взорваны совершенно неожиданно. И сотрудникам музея удалось в тот момент спасти часть икон, которые находились в монастырях, и самое главное, женские захоронения великих княгиней-царец, которые находились в подвалах Вознесенского монастыря. Они были перенесены к нам в Архангельский собор, и сейчас там и находятся. А тогда скажите мне, вот ваше мнение, потому что огромное количество москвичей были потрясены, но в то время все промолчали, конечно. Посреди такого архитектурного великолепия вдруг стал дворец съездов. Не пора ли как-то с этим что-то... Ну, это вопрос не ко мне. Нет, нет, я спрашиваю ваше мнение как человека, имеющего отношения... Мне кажется, что на территории такого замечательного памятника, как Кремль, новоделы, недопустимо. Конечно. Попробовать куда-нибудь поставить что-нибудь подобное посреди Венеции. Ну, вы знаете, бывают случаи, когда ставят. Поэтому я не имею в виду Венецию, но бывают случаи, когда в историческом центре города что-нибудь новое ставят, и тогда возникают проблемы. Вот, например, как есть проблема с Баку, когда центр Баку, где построили целый ряд современных зданий, был лишен защиты ЮНЕСКО. Им был большой скандал несколько лет назад в связи с этим. Поэтому такого рода прецеденты есть. А музей-квартира Ленина сохранилась? Нет, к сожалению, не сохранилась. Все, что находилось в этом помещении, было вывезено в горки. И сейчас в горках находится. А на этом месте сделана библиотека, восстановлена библиотека, которая была в те времена, когда Казаков строил это здание. Так что, к сожалению, нет. Это очень жалко, потому что многие посетители спрашивают об этом. И эта квартира была уничтожена уже в 90-е годы, что, мне кажется, не совсем верно. А кабинет Сталина? Кабинет Сталина тоже нет. А его куда вывезли? У нас есть две дачи Сталина под Москвой. Как вы знаете, ближняя и дальняя. Да. И вот все, что там находилось, вывезено. Знаете, объекты? Это объекты непосещаемые. Это жалко. Это неправильно. Ну, я с вами согласна. Конечно. Конечно. А нет желания вернуть все на круги своя? Ну, это вопрос не ко мне, потому что это все находилось в так называемом первом корпусе, где сейчас находится кабинет президента. И это все особо охраняемая зона. Я понимаю. Введение Федеральной службы охраны. Могу ли я спросить, какое впечатление на вас произвел памятник Владимиру, который встал на площади? Тяжел. Мне показалось. Он тяжел. Я бы сказал, он неизящен. То есть, может быть, он исторически прав. Может быть, это... Был бы Герасимов жив, тогда бы восстановление лица было бы очевидно. Ах, какие лихие работы у Герасимова. Просто потрясающе. Я в совершеннейшем недоумении, не представляю, как это вообще можно было сделать. Вы знаете, у меня... Я несколько скептически отношусь к этому методу. Потому что проверить-то невозможно. Фотография не сохранилась. Живописных изображений не сохранилось. И речь идет о восстановлении лиц тех людей, которые непонятно, как выглядели на тот период, когда они расстались с жизнью. Потому что одно дело структуры черепа, а другое дело все мягкие ткани, которые в результате тех или иных особенностей организма, тех или иных болезней могут выглядеть у разных людей. В разном возрасте. В разном возрасте, по-разному. Поэтому это, конечно, все очень интересно, но довольно много вопросов вызывает. Вы закончили работу в Пушкинском музее в каком году? В 2001-м. Это значит 15 лет назад. 15 лет назад, да. Тогда у вас может сложиться представление о том, насколько различна публика Пушкинского музея и Кремля? Принципиально различна. Почему? Кремль – это такое место, которое посещается прежде всего туристами, которые приезжают и за рубежа, и нашими туристами, которые приезжают из региона, всех один раз в жизни хотят посетить Кремль. Но несколько у нас уже стала складываться другая ситуация, когда мы стали делать много выставочных проектов, серьезных выставочных проектов, и поэтому у нас складываться стал тот круг жителям Москвы, которые приходят к нам посмотреть наши выставки. И меня это очень радует. Я, например, когда маленький был, ходил, и сына своего, и внучку свою пристраивал в воскресную школу в Пушкинском музее. И она до сих пор существует, и она очень хорошо дает представление о том, что такое история. Никогда не было мысли, что-нибудь подобное организовать в Кремле? У нас очень много различных лекций, занятий, в том числе и для детей. Серьезно? Связанных с русской историей. Какой возраст? Разный возраст. Начиная от самых маленьких. И мы стараемся, чтобы все маленькие наши посетители приходили вместе с родителями. Это гораздо интереснее и для родителей, и для детей. Я вообще люблю, когда дети вместе с родителями ходят, а не с учителями. Уж нет тех учителей? Ну, это во-первых. А во-вторых, ребенок, когда выходит после занятий, ему необходимо поделиться. С учителем он не будет делиться тем, что он увидел. Учитель – это совершенно… это посторонний человек, во-первых. Во-вторых, не всегда учитель выслушает, потому что у учителя много детей в группе. Что худо. Что худо, да. А потом все-таки родители с детьми должны проводить время не только в ресторанах, магазинах и на лыжных прогулках, а ходить и в музеи, и слушать оперу. Потому что если детей с раннего детства к этому не приучать, ничего хорошего не получится. Мы никогда не обращали внимания, что вот когда дети приходили в Пушкинский музей, они вели себя как-то… Как-то более раскованно, чем когда приходят в Кремль. Давят… Они везде себя раскованно ведут. И да, и в Кремле. Да, и в Кремле. Особенно на территории. Там больше воздуха, простора. Не всегда за ними учителя могут уследить. Да, но страшно. Но там стоят страшные дяденьки с палкой, которые свистком им укажут, что сюда ходить нельзя. Сколько человек примерно приходит в Кремль? 2 миллиона 200 в прошлом году. В год 2 миллиона? 2 миллиона 200. Это очень много. Это больше, чем мы можем себе позволить, честно говоря. А сколько сотрудников под вами? 621. 2 миллиона 200? Как же это захлебнуться можно? Справляемся с трудом. А никогда не стоял вопрос расширить количество людей? Я имею в виду ваших сотрудников. А нам не нужен больше сотрудников. Это очень большой штат. Да, но 2 миллиона 200. Но вся площадь кремлевских музеев, общая площадь, оружейная палата и соборы, 10 тысяч квадратных метров. Поэтому вот на этих площадях мы должны принимать тех людей, которые к нам стремятся. Скажите, Елена Юрьевна, вы так редко даете интервью, практически никогда. Почему? Вы знаете, вот на самом деле интервью давать интересно, когда задают интересные вопросы. Это правда. А отвечать на стандартные вопросы совершенно нет никакого смысла. Когда я пришла работать в Кремль, мне все время задавали три вопроса. Как часто вы встречаетесь с президентом? Где вы видите патриарха? И почему вы не захотели лететь в космос? Я на эти три вопроса отвечать тогда очень устала. А если какая-то тема, которая интересна и мне, и собеседникам, я понимаю, что тот человек, с которым я беседую, будет, как вы сейчас со мной, говорить, а не задавать вопросы, которые написаны на бумажке по определенной схеме. Потому что очень часто люди, которые готовятся к интервью, они сначала читают все, что в интернете, и потом аналогичные вопросы задают, потому что, наверное, так сложилось в последнее время. Все всем задают одни и те же вопросы. Поэтому я не думаю, что это очень хорошо, полезно и важно, и интересно такие интервью делать. Это правда. Но тем не менее, вы все-таки популяризатор огромного дела. Да. И что касается выставок, что касается каких-то мероприятий, которые в Кремле проходят, я очень часто даю интервью. Сегодня у вашей мамы день рождения. Поэтому вы уже сейчас можете поздравить маму, а мы присоединимся к этому маме. Спасибо большое. Восемьдесят один. Восемьдесят один. Я ведь с ней когда-то встречался. Когда-то давным-давно я учился в институте. Это был то ли 70-й, то ли 71-й год. Так я думаю. Позвонил нам один человек, вы его, наверное, не знаете. Был тогда комсорг звездного городка Валера Латышев. Как это не знаю? Как я могу кого-то не знать в звездном городке? Знаю, конечно. Он нас попросил проехать командой КВН по гарнизонам военной транспортной авиации. Особенно по тем местам, где ребята служили. Кто-то из... И вот я с тех пор столько раз, сколько я был там, у вас там. Я могу так говорить? Угу, угу. Конечно. Ой, это было... Это же моя малая родина практически. Конечно. Ну, вы теперь уже там редко бываете. Нет, я очень часто там была. Серьезно? Мама живет в звездном городке, поэтому я часто не приезжаю. Ах, мама до сих пор живет? В Литиномо там живет, да? Я с ней виделся. Ну, папу вашего я, естественно, не застал, потому что я был в 71-м году. Ну, какие-то удивительные впечатления, тем более, что попасть туда, на это место, в закрытый этот город, для меня было просто счастье. Но такого намоленного места по отношению к вашему отцу я просто не видел до сих пор. Это так трогательно. Это так приятно. Я не потому, что он был первым, а просто он такой человек был. И со сколькими людьми я разговаривал, все говорили, вот, ну, вот что называется, душа компании, даже когда молчал. И, кстати, вы на него ужасно похожи. Спасибо. Вам говорили? Да. А сестра? Я думала, что не так, но тоже похоже. Так что, маме, от нас низкий поклон, и от нас от всех с днем рождения передайте. Спасибо, очень приятно. Я доволен тем, что именно вы представляете Московский Кремль. Вы обаятельны, вы красивы, вы изумительно владеете предметом, вы очаровательная женщина. Спасибо. С вами приятно сидеть за одним столом. У нас с гостям была очаровательная женщина, с которой приятно сидеть за одним столом, мне как мужчине. Большое спасибо. Елена Юрьевна Гагарина. Я хочу пригласить вас в Кремль, потому что Кремль – это не только оружейная палата, Кремль – это не только выставки, соборы и так далее. В Кремле есть что посмотреть еще и помимо того, что видят все туристы. Поэтому, пожалуйста, приходите, мы найдем, чем вас порадовать. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.